Недавно мы рассказывали, что китайская компания Voya вдруг пообещала вывести мощный электрокроссовер Free на российский рынок под собственным брендом, невзирая на наметившееся было сотрудничество с липецкой компанией MotorInvest. Естественно, это поставило вопрос, а не затухло ли партнёрство. Как будто в ответ на подозрения, липецкий стартап активизировал публичную активность и привёз электрический седан Evolute iPro на 10-й евразийский форум такси, заодно обнародовав характеристики. Напомним, что под именем iPro скрывается китайский Dunfen Aeolus i70 — это одноклассник Hyundai Elantra и Kia Cerato. Седану полагается один электромотор мощностью 150 лошадиных сил. Батарея имеет ёмкость на уровне 53 кВт-часов, которых хватит примерно на 400 км, рассчитанных по устаревшему циклу NADC. От обычной домашней электросети пополнение запаса энергии занимает порядка девяти часов. Но есть и быстрый разъём CCS2. Однако первым из валютов на рынок выйдет кроссовер iJoy. Компания репортует, что получила одобрение типа транспортного средства, позволяющее начать производство. В открытой базе Росстандарта сертификат пока не виден, поэтому поверим при службе на слово. По габаритам — это одноклассник Skoda Karoq. А технически переименованный китайский DFSK Glory E3. У него тоже 53-киловаттная батарея, и 400-километровый запас хода по циклу NADC. Единственный мотор, расположенный спереди, развивает 176 сил и приводит только передние колёса. Развернуть выпуск кроссоверов на заводе в Липецкой области планируют до конца сентября. Похоже, что в следующем году концерн Great Wall всё-таки выведет на российский рынок свой внедорожный бренд Tank. Как пишет портал «Китайские автомобили», одобрение типа готовится для модели Tank 500. Напомним, что внедорожник под именем 500 — это пятиметровая машина размером с Toyota Land Cruiser 200, более крупная, чем Havail H9 — нынешний рамный флагман китайцев. Под капотом у Tank — трёхлитровый бензиновый битурбомотор, который умеет работать по циклу Миллера. В пару ему отрядили девятиступенчатый автомат. Однако в целом речь идёт о развитии Havail H9, у которого заимствована платформа, а именно рама, двухрычажная передняя подвеска, неразрезной задний мост и подключаемый полный привод. Вероятно, следующего H9 уже не будет, и все рамные внедорожники Great Wall соберутся под маркой Tank. К слову, младшую модель Tank 300 российским дилерам показывали ещё в апреле 2021 года. Но, по-видимому, открывать знакомство с новой маркой будет всё-таки более дорогая машина.